здравствуйте меня зовут дмитрий карасёв я технический директор фонда дети было дети бабочки который занимается детьми с редким генетическим заболеванием болезный пидермолис не выговариваем совершенно здесь совсем немножко про меня я работал во многих компаниях маленьких больших в итоге сейчас у меня собственный бизнес уже лет пять и параллельно я занимаюсь фондом как технический директор туда меня привела семейная стези в том что моя жена один из основателей этого фонда поэтому хочешь не хочешь но нужно помогать это очень важная оговорка который я скажу что все что сказано ниже это мои измышления самое главное надо было сделать это крупными текстами я не маркетолог на поэтому выводов я делать не буду совсем я может постараюсь еще пару раз это повторить дальше и так что такое фонд что такое он с точки зрения общества в начале фонда всегда во главе стоит идея то что он делает а кому он помогает то что он собственно хочет произвести больше основная задача фонда это эту идею донести то есть привлечь как можно больше внимания людей общество к тому чем он занимается для чего фонда нужно это внимание это внимание нужно для того чтобы привлечь средства для того чтобы реализовать собственно говоря эту идею дальше фактически все что мы делаем дальше она основана вот на этом привлечение средств для реализации наших идей привлечение средств может быть разными способами совершенно как традиционными попытка что-то поймать от сми наш любимый фонд райзинг работа социальными сетями вебом и много других способов которые вы сами все знаете прекрасно и сам с там не знаю рассылки все что угодно теперь немножко статистики мобильные пользователи уже большинство вот здесь вот наверное плохо видно вот это вот линия синенькая это десктопные пользователи которые пользуются интернетом вот это вот линия это мобильные пользователи примерно в конце 2014 года вот здесь они пересеклись и мои мобильные пользователи стали вырываться наверх а соответственно количество людей которые смотрят интернет они их количество стало уменьшаться почему это важно это означает что фактически люди перестали сидеть за компьютером и что-то искать они потребляют информацию через мобильное устройство есть достаточно свежие данные от google и на декабрь 2015 года по поводу количество пользователей количество людей которые живут у нас мобильном интернете в россии это данные на декабрь 2015 года почему эти цифры так отличаются 93 миллиона это активные абоненты это устройство по сути своей как говорят google у одного человека два тире три устройства которыми он пользуется поэтому их количество неравнозначно но самое важное что 52 миллиона это активные пользователя мобильного интернета в россии наконец 2015 года это очень много реально дальше тоже данные google здесь была картинка она очень сильно затвердил там планшеты которые нас не интересуют нас интересуют смартфоны и нас интересуют обычные кнопочные телефоны обычные кнопочные телефоны наконец 2015 это одиннадцать с половиной миллионов абонентов причем их количество здесь плохо видно к сожалению упал на 40 процентов по отношению с 2014 годом это очень много такие телефоны вымирают медленно но россия страна большая у нас очень долго телефона живу там 5-6 лет вы купили новый телефон свой старый отдали бабушке она отдала это свои знакомые там и так далее и так далее но тем не менее 62 миллиона устройств по сути абонентов они вот здесь и рост на 30 процентов по сравнению с 2014 годом они все вот здесь это примерно 20 миллионов устройств 20 миллионов всяких телефонов планшетов там и прочего были куплены в прошлом году а теперь очень интересные статистик который меня самого очень удивило 41 процент людей которые вот эти 20 миллионов в прошлом году купили свои телефоны пользуются меньше года они понятия не имеют что это как этим пользоваться как какой в этом смысл как ставить в это приложение и так далее так далее это все эти люди которые там обязательно научиться но для этого должно пройти время на самом деле и еще один слайд который меня лично поначалу удивил но потом я разобрался по данным google люди предпочитают использовать приложение 87 процентах случаях чем ходить на мобильный веб или просто на веб я думаю не может быть так не бывает на самом деле это так и знаете почему потому что 70 процентов эти приложения это игрушки на самом деле люди скачивают приложение на телефон не для того можно чтобы искать информацию они ищут приколы они ищут игрушки они еще точи что их развлекает на самом деле а все остальное это там маленький 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 процент который так в яндексе называет нерепрезентативная аудитория то есть люди которые вываливаются из общей принятых до общие так сказать усредненных каких-то значений теперь перейдем приложение сейчас у российских фондов есть приложение их немного таких фондов но не тем не менее есть это фонд подари жизнь детям шанс фонд вера то что я успел просто найти в магазине приложений просто введя поисковые слова там благотворительность или там помощь детям и прочим на мой взгляд мобильное приложение но как бы это не цинично звучало на самом деле это аналог интернет магазина только он продает не товар не воду там не что-то он продает потребность он позволяет удовлетворить потребность людям которые хотят помогать вот и все но есть очень важный момент такой что для того чтобы вы как бы чтобы мы пришли в магазин вас не нужно стимулировать вы придете в магазин просто потому что вас кончились продукты в холодильнике но вы не будете использовать приложение которое вас не стимулирует что это делать и если вы зашли скачали приложение какого-то фонда допустим да прочитали всю информацию которая там есть нашли то что вам нужно и помогли в итоге и после этого вас будет как бы опять засосал и вы забыли про это и если это приложение она вас обратно не вернет по сути не покажет вам новость а вот у нас это а вот у нас такая акция так далее они пропадут и останутся только те кого мы называем самые лояльные аудитории потому что только они только совсем чуть-чуть людей которые скачали себе это приложение волонтеры которые интересуются действительно жизнью вашего форума про и примат завязана в этом во всем которые живут этим они есть ваша целевая лояльная аудитория но и к сожалению очень мало на самом деле и продвигать и приложение среди людей и увеличивать вот эту лояльную аудиторию крайне тяжело немножко позитива до мобильное приложение тем не менее это новый инструмент как мы видели по статистике google это действительно тренд он растет и он будет только увеличиваться и это как мы наши цели таскать описывали это инструмент привлечение внимания привлечения средств и если ваша цель иметь собственную новую площадку для привлечения средств то вы делаете это приложение и дальше у вас основная задача становится продвижение этого мобильного приложения то есть мы опять скатываемся в маркетинг а я не маркетолог теперь немножко цифр просто из того так как я занимался разработкой мобильных приложений моя компания таскать я вот вам покажу такое сколько стоит сделать мобильное приложение коммерческие расценки сейчас в москве мобильное приложение компании 700 тысяч рублей это минимум поверьте мне я знаю что можно сделать за 150 я знаю что можно сделать за бесплатно даже да но в среднем если вы не обращаетесь к фрилансерам если вы не обращаетесь каким-то не знают и коллективом которые там сами где-то что-то делают студенческие то дать там можно сделать дешевле гораздо но если вы обращаетесь в компанию которая вам подписывает техническое задание или дело этого сама подписывается под вашими сроками и так далее среднем есть такая расценка около 10 тысяч долларов за одну платформу одно мобильное приложение это средняя цена на рынке соответственно когда вы пускаете два мобильных приложения под ios и под android сон получает совершенно какая-то нереальная для многих как долго делать приложение очень усредненно я знаю много нюансов и так далее и так далее но тем не менее концепции дизайн разработка там две три четыре недели программирование вместе с интеграцией с платежными системам потому что отсюда очень много берется всяких нюансов форточек подкрытие доступа там и прочее прочее в целом тоже около двух месяцев и дальше тестирование и так далее того от 10 до 14 недель команды необходимо потратить на то чтобы сделать протестировать хорошее приложение которое будет работать и для каких платформ у вас у многих телефон на windows мобайл на сожалению это пока еще меньшинство причем глобальное российский рынок захвачен андроидом практически поголовно есть некоторое количество айфонов и хотя вам кажется что iphone у всех это не так на самом деле вот поэтому они вместе дают примерно 90 процентов рынка и если делать мобильное приложение все-таки погружаться в этот я советую начать и делать его но не знаю исключительно наверно резкое слово ты сказать но стартовать с андроида потому что это проще это снимает некоторые ограничения на которые не идет apple на снятие этих ограничений которые связаны в первую очередь с легкостью пожертвования два слова буквально когда приложение apple связано с благотворительностью и они это понимают они не дают списывать деньги в один клик с карточки пользователя то есть нельзя купить ее вот как вы покупаете игрушку или покупаете что-то они вас выведут на специально сделанный сайт который вы сами должны сделать и на этом сайте позволит вам провести эту транзакцию то есть писать деньги но для пользователя это неудобно ему надо вводить данные карточки ему надо там проразбираться в этом надо понимать что это сейчас он из приложения вышел куда-то и так далее и так далее это сложно то есть они почему-то делает так чтобы усложнить эту задачу на андроиде все проще теперь про наше приложение статистика нашего приложения которое делал фонд белый который делал моя компания абсолютно для фонда бесплатно тем не менее мы выложили его в публичный доступ в декабре 2015 года и эта статистика вот на вчера скачала 350 человек примерно пополам в андроиде чуть больше в андроиде 170 вайосе там 100 там 20 примерно пожертвовали 28 человек средняя сумма пожертвования 662 рубля кто-то жертвовал 5000 дзы кто пожертвовал там 500 рублей сумма пожертвования от которой мы собрали на сейчас 18 с половиной тысяч рублей но при этом мы вообще никак не продвигали приложение совсем даже на сайте нет иконки про то что у нас есть это приложение то есть это чистые органические люди так называем органический поиск до которые сами там что-то нашли в сторах или где-то увидели потом посоветовали знакомым тем не менее таскать такие показатели вот сейчас при этом себестоимость очень подчеркивает себестоимость производства мы делали это приложение три месяца и мы его переделывали чуть ли не два раза потому что у нас были была смена именно платежной системы вот себестоимость производства составил для вот моей компании 450000 рублей это работа одного тем лида эта работа трех программистов ios и android это работа дизайнера это работа тестировщика и работа project менеджера 6 человек работали над этим три месяца это себестоимость этой команды по сути своей просто чтобы ну как бы примерно представляли из чего и так если для вас приложение бесплатно вы не тратите вы находите спонсора который помогает вам его сделать его можно не продвигать а может быть и надо продвигать я не маркетолог то у вас такая картина если нужно платить за разработку то вы погружаетесь все как в коммерческом проекте вам нужно будет контролировать этот процесс со своей стороны потому что отдавать это просто но на подряд ну неправильно да вам все равно должен быть человек фонде который отвечает за эту разработку который проверяет эту разработку и прочее соответственно расходы на продвижение если вы хотите чтобы привлечь туда как можно больше людей но во всех случаях это и дополнительная площадка для сбора пожертвований и инструмент лояльности для вашей постоянной аудитории и конечно визитная карточка фонда а вот этот вопрос который я как не маркетолог задаю может быть присутствующим здесь маркетологом так стоит ли спасибо